Этот Новый год, впрочем, как и прошлый, жителям Коми предлагают встретить по-домашнему. Массовых мероприятий в регионе не планируется, антикоронавирусные меры будут действовать все каникулы. И вместе с тем, без праздника никто не останется. Как с пользой провести первые 10 дней Нового года, знает Ксения Лосева. Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это нас, кстати, накладывает и в то же время от нас требует. Мы должны провести наши мероприятия так, чтобы никто бы ничего не мог сказать. К самой главной ночи в году многие начинают готовиться чуть ли не за несколько месяцев. Установка как встретишь, так и проведешь. А потому каждый старается сделать праздник особенным и запоминающимся. В последние годы свои коррективы вносит ковид, но, как показывает практика, веселью он не помеха. В каждом муниципалитете подготовили свои программы. Массовых мероприятий не планируется, но скучать не придется. Праздничных мероприятий, праздничных представлений, вернее, будет очень много. Более ста. И ребята разных возрастов для взрослого населения, для молодежи, для подростковой аудитории. Обязательно на каждом мероприятии есть ответственные лица, которые отвечают за пропускной режим, за противопожарный режим. Они не пропускают посторонних лиц. Туда ребята приходят на новогодние представления только где-то в количестве 30 человек, не более. Их руководители будут пропускаться только по QR-кодам. Ну и какой Новый год без салюта? Яркие огни озарят сразу несколько городов республики. Для тех, кто предпочитает отдых с пользой, также предусмотрели культурно-развлекательную программу. На каникулах будут работать всевозможные выставки и театры. Так, например, театр оперы и балета приглашает юного зрителя на бременских музыкантов, а театр драмы имени Виктора Савина покажет взрослым свадьбу с приданым. Такая дань тем людям, которые поднимали страну, да, дань уважения, да, которые поднимали страну из руин, которые пытались выйти из этого состояния вселенского горя. Ведь не зря был указ в 1946 году массово строить клубы, ДК и развивать творческую самодеятельность на всех уголках нашей страны, дабы действительно народ должен был воспрять, да, воспрять духом. Еще один способ ярко провести праздники – отправиться в гости к Деду Морозу. Тем более, что теперь он живет совсем рядом, недалеко от Вильгарта. Резиденция будет работать все праздники, каждый день по пять представлений. А значит, у каждого мечтателя, неважно маленького или уже совсем взрослого, будет возможность прикоснуться к новогоднему чуду. Елка наряженная, стол накрытый и каток. Олимпийский каток Деда Мороза, который мы торжественно открываем вместе с детьми в преддверии не только Нового года, но и Олимпиады. Не стоит забывать и о спорте. Прогулки на свежем воздухе полезны не только для здоровья, но и поднятия настроения. В любом деле, главное – позитивный настрой, говорят психологи. Тогда и новогодние праздники пройдут с песнями и танцами. Художественная самодеятельность, конкурсы, романтический ужин, веселые уличные забавы или уютные семейные посиделки. Вариантов, как сначала проводить этот уникальный год, а затем встретить новый – немало. И все же важнее решить нигде, а с кем. И в этом случае ограничение по массовым мероприятиям – это лучшая возможность, наконец, побыть дома, обнять своих близких и вместе с любимыми загадать самые заветные желания под бой курантов. Ксения Лосева, телеканал Юрка.